Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Как и всегда предлагаю с утра уделить немного времени, чтобы оценить фундаментальную картину, которая сейчас складывается на финансовых рынках. Сделаем мы это следующим образом. Это оценим резонанс и влияние основной статистики, которая была опубликована днем ранее на активы и, соответственно, посмотрим на то, что у нас на повестке сегодняшней торговой сессии. Нельзя сказать, что день обещает быть очень интересным, но в последнее время рынок явно делает частенько кульбиты, даже тогда, когда нет для этого совершенно никаких оснований. Поэтому ни в коем случае не собираюсь сейчас прибеднять потенциальную волатильность, которая может появиться на рынке. Ну и в целом, даже если все-таки сослаться на счеты, в частности, по Канаде у нас сегодня процентная ставка и давненько мы ориентировались на это событие. Безусловно, каких-то изменений мы не ждем, но очень интересно будет послушать оппозицию чиновников канадского регулятора по поводу того, как они дальше будут действовать, чтобы ослабить курс национальной валюты. Это непременно также может привести к очень серьезным движениям, которые мы будем наблюдать по Канадцу против всех основных конкурентов. Ну, о канадской валюте мы поговорим еще чуть позже. Давайте не будем нарушать наш традиционный сценарий. Начнем с бренда, как мы это делаем вот уже не один год каждый день. Клоу вчерашнего дня 49.09, сейчас видим то, что бренд продолжает расти 49.16 и как бы нам не хотелось видеть этот актив ниже текущих значений, видимо у тех трейдеров, которые толкают этот инструмент выше 49, есть свой расчет. И фактически уже можно замахнуться на отметку 50 долларов за баррель. Оцениваем фундаментальную картину прошлой торговой сессии. Безусловно, внимание трейдеров было приковано, в частности касательно нефти, к традиционному начету по запасам нефти США. Согласно оценке АПИ, запасы снизились на 5,13 миллиона баррель, это серьезное снижение. Но будем рассчитывать, что окончательно расставят все на свои места. Официальная статистика, которая в частности выйдет уже сегодня. Но в целом видим то, что трейдеры, участники рынка активно реагируют и на данные, которые предполагают оценку частного агентства АПИ. На улучшение или, как лучше сказать, скрасил картину спроса потенциального на энергоресурсах еще и макроэкономический фон из США. В частности, вчера вышел очень серьезный, на мой взгляд, отчет в плане уже фактической цифры по рынку недвижимости, продаже новых домов. Обычно мы на него не обращаем внимания, но сейчас, когда мы готовимся фактически к повышению процентной ставки, собственно, так же, как и все участники рынка, мы будем обращать внимание на любой инфоповод и любые статданные, характеризующие различные сектора американской экономики. Вчера продажи новых домов. Возможно, если бы цифра была не та, которую мы увидели, к этому отчету мы бы сегодня вернулись не так, как я это предлагаю сделать. Но вчера по продажам мы наблюдали прирост в 16,6%. Это не что иное, как самый серьезный рост за последние 20 с небольшим лет. Рынок недвижимости сейчас чувствует себя не хуже, чем рынок труда, то есть ключевые секторы американской экономики, они создают как раз условия для того, чтобы в последующем... Мы слышали весьма оптимистичную оценку от представителей ФРС, от голосующих членов, в оценке вероятности жесткого подхода к всему монетарному режиму. И, разумеется, этот жесткий подход заключается в повышении процентных ставок. Поскольку вышла хорошая статистика по штатам, в целом это может в перспективе повысить спрос на энергоресурсы. Это также стало, возможно, еще одной причиной повышенного спроса на позиции углеводорода. Но, собственно, как и всегда, есть одно «но». Хотя в данном случае это не одно «но». Сильная американская валюта и хорошая статистика, которая готовит нас к самому решению о росте процентных ставок, приведет к серьезному укреплению позиции американца. И не нужно забывать о том, что товарное сырье, в том числе бренд, это актив, который номинирован в доллары. То есть рост американской валюты в конечном счете должен привести к снижению стоимости на сырье. Второй момент. Участники рынка уже не испытывают каких-либо опасений, связанных с перебоем поставок из Ливии, из Канады. Мы об этом говорили вчера. Я думаю, что подробно сейчас останавливаться на этом не будем. Уверен, что вы понимаете, с чем это связано. Третий момент касается еще и того, что с ростом котировок нефти мы постепенно приближаемся к той ситуации, которая будет вполне комфортна для развертывания прежнего сланцевого производства, которое ранее было свернуто по причине нерентабельности. 50 долларов за баррель – это вполне нормальный уровень. Да, это не серьезная прибыль, может быть даже прибыль под вопросом, но то, что бизнес может быть рентабельным, особенно те технологии, которые используются у американских нефтеразведывателей, эти технологии могут позволять функционировать платформам даже при текущих ценах. Неспроста на прошлой неделе мы увидели замедление тенденции снижения. Фактически за прошлую неделю по сравнению с позапрошлым количество платформ не изменилось. Это впервые за два с небольшим месяца. Может быть, мы как раз сейчас стоим на пороге потенциального прироста этих платформ, что в целом вернет на рынок идею того, что американский регион может при реализации такого сценария стать площадкой поставок на рынок дополнительного предложения, что в целом будет усиливать риски, связанные с перепроизводством и переизбытком. Сейчас это только, может быть, оптимистичное ожидание для тех, кто делает ставку на коррекцию, но лично я считаю, что фундаментальная картина, она по-прежнему ничуть не изменилась. Если рынок так активно реагирует на запасы нефти США, давайте дождемся сегодняшней оценки. Она будет чуть позже. Завтра мы поговорим об этой цифре. Но я думаю, что вы уже до завтрашнего брифинга сможете сами посмотреть содержание экономического календаря или, по крайней мере, обратите внимание, как этот отчет повлиял на нефть в динамике этого актива. Также я верю в очень серьезный уровень сопротивления 50, который вряд ли без какой-то серьезной поддержки может легко пропустить бренда выше. Наверное, оселенок явно не охватит. Поэтому даже несмотря на прирост, который мы наблюдаем в рамках азиатской торговой сессии, я продолжаю склоняться в пользу неминуемого разворота, который должен отправить бренд к тем уровням, которые мы с вами обозначали ранее. Это ниже 45 долларов за баррель. Российская валюта 66,23. Уровень 66 держится, хотя, если говорить про серьезные значения поддержки, это 65. Мы видели, как это значение устояло даже тогда, когда нефть активно росла. Можно даже отметить то, что рубеж 65 является таким скрытым латентным уровнем, ниже которого пара, если исходит, но закрепиться не сможет. И главная причина – это серьезные бюджетные проблемы с дефицитом, в частности, отсутствие денег даже на индексацию пенсии, только усиливает и указывает на то, сколько остро ставят проблемы с этой экономической категорией. В целом, мы верим, что российская валюта продолжит обращать внимание исключительно на нефть, исходя из высокой коэффициентной связи. Это нормальная практика, иначе и быть не может. Поскольку я обозначил слабые, можно сказать, даже мрачные ожидания по бренду, полагаю, что если этот актив пойдет ниже, российская валюта будет девальвироваться и дальше против основных конкурентов. По паре USDRAP мы с вами стремимся к отметке 68, думаю, до нее скоро доберемся, если, конечно же, поможет нам в этом нефть. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 1.1152. Вчера мы с вами ожидали, что, исходя из текущей фундаментальной картины, европейская валюта сможет преодолеть поддержку 1.12. Все эти ожидания были оправданы. Минимальные значения лоу дня даже ниже уровня 1.1150. И европейская валюта, в принципе, продолжает оставаться под давлением. Причина для очередного ухудшения рыночных настроений. Это очередной блок слабых отчетов. Вчера вышли данные по индексу оценки текущих экономических условий по ZIU. Индикатор снизился с 11.2 до 6.3%. Прогноз был на уровне 12.3%. Аналогичную слабость показал и индикатор оценки экономических условий по ZIU всей еврозоны. С 21.5 индикатор свалился до отметки 16.8%. И какой вывод можно сделать из слабых бизнес-ожиданий? То, что и немецкая экономика, и в целом валютный блок явно утратили задатки и предпосылки для импульса экономического восстановления, которые мы наблюдали несколько недель назад. Сейчас мы видим то, что бизнес не верит в оптимистичное будущее собственного промышленного сектора, региона и экономика в целом. Это настраивает нас на не совсем радужный лад в оценке, опять же, того будущего, с которым может столкнуться вся экономика ЕС. Для национальной валюты это, безусловно, дополнительный риск, который в конечном счете будет трансформирован в ожидание поддержки со стороны Европейского центрального банка. Мы к этому еще вернемся, когда получим какие-то сигналы со стороны руководства, собственно, Европейского центрального банка. Против евро вчера выступила снова американская валюта. Можно сказать, такую символичную руку помощи американцу подали американские статистики, в частности, отчет по рынку недвижимости. И в целом мы понимаем то, что сейчас доллар чувствует себя очень неплохо, это восстановление продолжится. Ну и доллару помогли также мягкие комментарии со стороны руководства Банка Японии, которые по-прежнему продолжают закидывать рынку идею о том, что расширение программы количественного смягчения уже не за горами. Из важных отчетов сегодняшнего дня у нас динамика, также бизнес-ожидание и оценка этого оптимизма уже по версии ИФА. И еще выступление заместителя главы Европейского центрального банка Витора Констанца. В частности, особый упор как раз предлагаю сделать на эту конференцию, поскольку вот именно ему выпало честь сейчас анонсировать позицию Европейского центрального банка в свете последних крайне низких значений по инфляции. Может быть коснется, точнее не может быть, ему придется коснуться инструментов, которые могут быть использованы для поддержки экономики. И если мы услышим, опять же, намек на то, что ИЦБ не будет стоять в стороне, когда потребуется его помощь, мы увидим серьезное давление на европейскую валюту, которая сегодня может быть при реализации этого сценария конвертирована в тестирование поддержки 1.11, может быть даже смещение еще ниже. Напоминаю, что наша цель остается прежней, это 1.10. Что касается статистики от ИФА, в целом объективные цифры мы уже с вами проанализировали. Более объективные это ЗЮ. И учитывая слабую оценку бизнес-ожиданий от этого института, я считаю то, что на ИФА можно закрыть глаза и не думаю, что там что-то в оценке, опять же, будущего состояния промышленности и будущих показателей потребительского спроса что-то изменится. Скорее всего, оценка будет точно такой же негативной, что может оказать дополнительное давление на евро. Британская валюта против американца. Вчера мы видели очередное тестирование сопротивления 1.46, также вопреки всяким ожиданиям. Только мы настроились на то, что фунт начал корректироваться, дисконтируя уже приближающиеся и усиливающиеся риски неопределенности в связи с Брекзитом, как быки снова вмешались в ситуацию и затащили фунта снова к сопротивлению 1.46. Сейчас актуальные котировки 1.46.14. Вчера, между прочим, на настроение трейдеров не смогли повлиять даже комментарии, не самые радужные, от председателя Банка Англии Марка Карни, который, по сути, повторил оценку последствий выхода Англии из состава ЕС, если дело дойдет до вот этого мрачного сценария. И оценка, которая была недавно, буквально днем ранее, представлена Министерством финансов. Это также резкий рост безработицы, это рост инфляции, снижение заработных плат, неопределенность на многие годы и падение темпов экономического восстановления. То есть, критики в адрес вот этого негативного сценария было очень много и вот эта предосторожность, она могла бы повлиять на участников рынка и спровоцировать основания для разгрузки британской валюты. Но этого вчера не произошло. Фунт продолжает настойчиво гнорировать и политические риски, и сильный доллар, и национальный фундамент. Действительно, статистика выходит каждую неделю все хуже и хуже, но при этом мы не увидели еще должной реакции британца на выход этих слабых данных. Может быть, трейдеры не хотят цепляться за отдельное проявление какого-то сектора с точки зрения статистики. Может быть, ждут уже показатели по ВВП. И завтра как раз у нас будет возможность оценить эту статистику. И я надеюсь, что вот это недооценивание всего пессимизма и негатива с точки зрения фундамента, она может вылиться в оправданную и правильную реакцию трейдеров через разгрузку фунта на выход слабых данных по ВВП. Поэтому, если завтра мы получаем подобные цифры, надеюсь, что они могут повлиять и смогут повлиять на разгрузку фунта против основных конкурентов. Наша цель по-прежнему неизменно. Это 1,42 с возможностью сползания к поддержке 1,40. Доллар японская иена 110 как цель, которая была обозначена еще днем ранее, то есть возобновление роста и повторное тестирование этого сопротивления реализовано. Мы снова вернулись к 110. Консолидация рядом с этим уровнем продолжается. Причин для роста американцев вчера было предостаточно. Можно начать даже с японского макроэкономического фона. В частности, в ходе интервью, которое было дано советникам премьер-министра Японии Синзо Абе, советник, в частности, фамилия Сибаяма, отметил, что в ходе предстоящего саммита, который состоится в этот четверг и пятницу в Японии, он питает надежды на то, что стороны Большая Семерка сможет выработать солидарную позицию о необходимости задействования дополнительных монетарных инструментов для стимулирования глобального экономического роста. Если быть совсем конкретными, я считаю то, что Банку Японии действительно пора бы уже прибегать к этим доп. стимулам. Особенно после уже вновь анонсированного повышения налога с продаж с апреля 2017 года. Если до конца этой недели в ходе, опять же, этого саммита какие-то подобные формулировки мы услышим о том, что стимулы, в том числе и со стороны Банка Японии, не будут трактоваться как развязывание валютных войн, а будут использованы только для снижения волатильности и повышения устойчивости экономического роста национальной экономике, тогда расширение программы количественного смягчения – это уже фактические решения и события предстоящего июня. То есть на июне у нас уже уходит очень много ожиданий и действий со стороны практически всех регуляторов, за которыми мы с вами следим. Поэтому намеки на дополнительное стимулирование, на новые меры смягчения экономической политики, они будут трактованы как очень неплохое основание для ослабления японской валюты. В поддержку доллара вчера выступила и американская статистика, как я уже отметил, по рынку недвижимости. Серьезный рост, который повысил вероятность ужесточения монетарной политики и разгона крокосочных процентных ставок на июньском заседании. Сегодня предлагаю обратить внимание на сферу услуг. Отчет по версии Market выйдет в 16.45 по московскому времени. Это статистика по сфере услуга США. Поскольку на нее приходится очень неплохая доля экономического роста, если мы увидим хорошую цифру, у доллара будет еще один козырь, чтобы использовать его и продавить позиции японского конкурента. Ну а нам позволит закрепиться выше отметки 110.5. Собственно, до конца сегодняшнего дня я считаю то, что пара имеет основания сходить и выше. Из других валютных активов хочу отметить еще канадскую валюту, поскольку сегодня момент X для канады с точки зрения фактического решения по изменению монетарной политики и изменению процентных ставок. Конечно же, вряд ли ставку снизит сегодня. Но, как я уже отметил в начале этого брифинга, нас интересуют более емкие комментарии, которые последуют после этого, о дальнейших планах канадского регулятора. В частности, Полос может отметить те риски, которые имеют место быть здесь с дорогой валютой. И снова может коснуться темы, что если ФРС не поторопится с повышением процентной ставки, тогда канадская экономика, точнее даже Банк Канады, снизит ставку у себя на рынке, чтобы создать какие-то преимущества для национальных производителей. Потому что не энергетический сектор экспорта сейчас явно страдает. И все из-за сильного канадского доллара. Сегодня я предлагаю в связи с этим настраиваться на рост пары USDCAD. Актуальные котировки 1.3103. Если подобные мягкие комментарии мы услышим, вероятность процентов, наверное, 70. Тогда пара USDCAD сможет вплотную подобраться к отметке 1.32 или оказаться еще выше. По другим валютным парам все без изменений. Австралиец 0.72-0.4 сползаем и смещаемся в район 0.70. Новозеландская валюта против доллара 0.6753. Наша цель 0.65. USDCAD 0.9916. Понемного приближаемся к паритету. И в случае хороших данных по сфере услуг сегодня у доллара появится дополнительный импульс для роста. И также напоминаю, что вчера я предложил вам еще последить за тандемом австралиц против наузеландца. Мы поговорили об этой паре, оценили риски для австралийской экономики и национальной валюты. И пришли к выводу о том, что пара может сместиться в район 1.05. За вчерашний день, учитывая текущие котировки, мы потеряли. В частности, точнее, эта пара, как мы и предполагали. Но это все равно не та цель, которая нам нужна. Если кто-то еще не присоединился к оценке хороших возможностей инвестиционных в рамках этого дуэта активов, пожалуйста, обратите внимание на эту пару и задумайтесь о занятии шорта. Из важных отчетов сегодняшнего дня еще раз резюмируем. В 11.00, буквально через час небольшим, оценка ИФА Германии. Ничего интересного не ждем, но может быть еще одно подтверждение слабости, что может стать дополнительным давлением на евро. В 13.30 основной макроэкономический отчет для европейской валюты, точнее, не отчет, а событие выступления заместителя главы ИЦБ Виттура Констанция. Ждем намеки на смягчение экономической политики и давление на евро. В 16.45 сфера услуга в США, в 17.00 Банк Канады. Ну и уже на десерт торговой сессии запасы по нефти США от Минэнерго. Собственно, на этом все. Напоминаю, что мы продолжаем, точнее, я продолжаю практику анонса бонусов на пополнение. Для того, чтобы воспользоваться бонусом, нужно знать кодовое слово. Сегодня это стимул, опять же, в преддверии тех ожиданий, которые я обозначил. Величина бонуса 16%. Чтобы воспользоваться им, нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять кодовое слово на бонус на пополнение. Действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Соответственно, следующий у нас состоится в 9.30. Надеюсь, что сегодня вы будете внимательны к тем событиям, которые произойдут на рынке. Сегодня вас ждет не одна прибыльная сделка, поэтому хорошего вам профита, попутного тренда. Ну и, соответственно, увидимся завтра. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.